Юрий Буйда «Мостов, соединяющих небо и землю, дух и плоть, рай и ад, ведет нас путями неведомыми и ненадежными в будущее, грозно пылающее там, на другом берегу». А в Соне Сидонский Ничто, когда-либо занимавшее живых людей, не может вполне утратить жизненную силу. Ни один язык, на котором они говорили, ни один божественный глагол, при возвещении которого они умолкали, ни одна греза, когда-либо пленявшая человеческий дух. Ничто, чему люди когда-либо отдавали сильно и совсем пылом страсти. Уолтер Паттер Часть первая Парабасис Действующие лица Дон Чема Мессер Хесе Мария Рамон де Тенории Самора Великий Квалификатор Святой Инквизиции Доктор обоих прав Адамант Господень и Мастер по бритью женских ног Его любознательный и похотливый секретарь Мазо Тахиграфист и книжник Статная Мона Вера Милая Хромоножка Нотта и Мадонна Антонелла Ди Ротта Мональдески Прекрасная пленница Эроса Фика Алчная и блудливая кухарка Мать Нотты Папа Римский Клемент VIII в миру Ипполита Альдебрандини Понтификс Максимус Раб рабов божьих Друг кофе, враг испанцев и евреев Камерленго Святой Римской Церкви Пьетро Альдебрандини Ди Мадонна Могущественный кардинал-племянник и несчастный отец Субдотери Римской Курии Дон Антонио Дель Моцци Хозяин ночных псов Джованни Кавальери Великий Трансформатор Маруца Ищейка, кипящая червями Свирепый Капата Капитан саксонской дюжины И владелец Мариона из цельного куска стали Веселый монах по прозвищу Басту И его возлюбленная Невидимка Без когтей и крыльев Брат Уго Изобретатель любовной машины Из ста гвоздей Джулио Романо Марк Антонио Раймонди Пьетро Аретино И Агастино Караччи Порнографы Кардинал Роберто Белармино Профессор Ипполита Марсили И другие ученые-мужи Которые уверенно вели святую инквизицию По пути прогресса Способствуя ее превращению в светоч гуманизма Каноник Марсилио Фичино Коротышка Изаика, домашний врач Козима Медичи и наставник Лоренце Медичи Создатель платоновской версии христианского учения о душе Душа существует среди смертных вещей, сама не будучи смертной Другие вещи под Богом, каждая в себе, суть отдельные предметы Она же является одновременно всеми вещами В ней образы вещей божественных, от которых она зависит Она же причина и образец для всех вещей низшего порядка, которая некоторым образом сама же и производит Будучи посредницей всех вещей, она обладает способностями всех вещей Ее справедливо можно назвать центром природы, посредницей всех вещей, лицом всего, узлом и скрепой мироздания Прекрасное, то начало ужасного, которое мы еще способны вынести Р. М. Рильке Голая женщина кормила голубей пшеницей Она лежала на боку, закинув правую руку за голову, а левую свесив почти до пола И свет заходящего солнца, проникавший в зал через высокие окна, мягко обрисовывал ее безупречное тело Золотя холмы, растекаясь по пажетям и сгущаясь в ложбинах Ее голова, подмышки и лобок были начисто выбриты Голуби громко ворковали и клевали зерно, рассыпанное на простынях, подушках, на женской груди, на животе и бедрах Выхватывали пищу из створок розовой раковины, всякий раз заставляя женщину вздрагивать Когда я шагнул к кровати, звякнув шпорами, птицы шумной стаи взмыли под купол, с которого взирал на людей разгневанный седобородый творец, окруженный ангелами в пылающих одеждах Женщина легла на спину и разжала левый кулак Сквозь пальцы потекло на пол зерно, к которому из-под купола устремился самый отважный голубь Едва я наклонился к ней, как она открыла глаза, а рука ее скользнула в складке одеяла «Осторожнее», — сказал Дон Чема за моей спиной «Нож!» Но женщина уже замерла, обмякла, словно лишившись сил, и взгляд у ее узких глаз, вспыхнувший было адским пламенем, превратился в сонную зеленую воду Сейчас и я разглядел рукоятку ножа, спрятанного в складках шелка и пятнышки крови на руках и груди красавицы «Неужели это Нелла?» — спросил я в изумлении Дон Чема легко перевернул женщину на живот, чтобы я мог разглядеть цепочку родинок, тянувшихся через ягодицу к бедру и похожих на следы птиц «Это она! Заверните ее в плащ и любовно свяжите, и обыщите дом! Поторопитесь, скоро стемнеет!» Он остался в спальне, а мы бросились выполнять приказ Здание было полуразрушенным, полурастащенным, полузагаженным, древний мавзолей богатой римской семьи, который много раз перестраивался Превратился, в конце концов, в жилой дом, служивший в последние годы притоном для отребья Десяток тесных коморок наверху, внизу кухня с огромным очагом и горшками, полными куриных костей Чулан с повешенной женщиной, кипевшей червями Большой зал с топчаном Жаровнями, мольбертами, кусками мрамора и столом с заваленным объедками, бумагами, тряпками, засохшими кистями И просторная спальня с шестью высокими окнами и широкой кроватью без балдахина Запах экскрементов, пятна крови Среди бумаг на столе обнаружилась также книга Авсония Сидонского в латинском переводе Название которой было наспех соскоблено Угадывались только два слова Люблю и история Добыча наша оказалась довольно скудной Несколько тетрадей, книга де Холст, свернутой в трубочку и перевязанной грязной бечевкой И никаких следов человека, кровью которого была забрызгана женщина в спальне «Поспешим», — сказал Дон Чема Он взгромозил связанную женщину на своего коня, мы зажгли факелы и рысью выехали на дорогу, ведущую в город Впереди скакали двое самых сильных воинов, позади двое самых надежных Остальные держались по бокам, охраняя Дона Чему, меня, спеленутую женщину, тетради и холст, свернутый в трубочку и перевязанной бечевкой «Саксонская дюжина», — так называли наших солдат Они входили в охрану кардинала Альдебрандини, но всегда были к услугам Дона Чемы Их итальянский словарь сводился к нехитрому набору слов, относящихся к еде, деньгам и сексу Однако этого им хватало с лихвой Эти парни плохо владели нашим языком, но очень хорошо своим оружием А в Риме это умение ценилось уж никак не меньше жизни Их капитан носил прозвище Капато Потому что в разгар драки пускал в ход свою голову, которую мог и убить Вместо лба, снесенного вражеским мечом, у него была толстая медная пластина Капато — удар головой, итальянский Рим давно не был первым среди городов Золотой обителью богов, воспетый поэтами Неделю назад на Корсо, близ церкви Санта-Мария-Ин-Виолата Среди бела дня был ограблен венецианский посол, карета которого провалилась в яму Посла и его сундуки с серебром не спасли ни титулы, ни вооруженная до зубов охрана Что же тогда говорить о разваленных древних дворцов, терм и стадионах, где гнездились отъявленные злодеи С наступлением темноты, выходившие на охоту, как хищники в диких лесах Мавзолей же и гробницы, стоявшие по обеим сторонам Апиевой дороги, издавна населяли нищие, калеки, грабители, воры, торговцы краденым, убийцы и одноногие проститутки, безжалостные как дети С тяжким звоном скакали мы полощенным камням царицы дорог, вздымая над головами факела, ощетинившись копьями, сверкая доспехами, готовые в любой миг отразить нападение разбойников, которые следили за нами из-за кипарисов И даже когда вдали показались уродливые стены Колизея, над которыми поднимались печные дымы, мы не ослабили бдительности, хотя и были вынуждены сбавить шаг Мешали горы мусора, местами возвышавшиеся до лошадиных губ Мне казалось, что наш путь лежит на другой берег Тибра, в Ватикан, где папа Климент VIII ждал известия о судьбе своей внучатой племянницы О камерленго Святой Римской Церкви, кардинал Пьетро Альдебрандини де Мадонна, доклада о злоключениях своей дочери Но Дон Чемо свернул к Ковентинскому холму, где за воротами Сан-Пауло, неподалеку от базилики Святой Сабина, стоял его дом «Сегодня воскресенье, Мазо», — сказал он, заметив мое недоумение «Сегодня мы предадимся науке смирения» «Атлеты Иисуса, подвижник Господа ради, страж добра, неуклонный враг сатаны, неудержимый воин духа, неустрашимый и прямой, как его вера Мессер Хосе Мария Рамон де Тенорио Исамора, по прозвищу Дон Чемо, был терциарием Доминиканского ордена Великим квалификатором, следователем по особо важным делам Конгрегации Священной Канцелярии Авторитетным ересиологом, экспертом по духам 12 категорий и тварям неведомым, но существующим Доктор обоих прав, гражданского и церковного, и доктором теологии, левой рукой всесильного кардинала-племянника Пьетро Альдебрандини И лучшим мастером по бритью женских ног Бритье женских ног входило в его науку смирения, которой он занимался по воскресеньям, и ничто не могло этому помешать Но тем вечером, прежде чем предаться ученым занятиям, Дом Чемо приказал устроить Неллу в комнате рядом с кухней Под присмотром надежной и бодрой старушки, вооруженной четками и острым ножом А потом продиктовал письмо, адресованное кардиналу-племяннику Ваше Высокопреосвященство, она живая, находится у меня Однако ее состояние внушает опасения Буду весьма и весьма признателен, если завтра пришлете ко мне сэра Сантотси, чтобы он осмотрел девушку и сделал необходимое распоряжение Обычно в коротких деловых посланиях кардиналу-племяннику обращение к нему по обоюдному согласию сокращалось до аббревиатуры В.Е.Д. Вестра Эминетиям Доминум Ваше Высокопреосвященство Но на этот раз Дон Чемо решил, видимо, подчеркнуть эмоциональную и сюжетную значимость события, прибегнув к полному титулованию Письмо было вручено капитану саксонцев, который тотчас со своим отрядом отправился в Ватикан И только после этого Дон Чемо, убедившись, что ворота, двери и окна заперты на 39 засовов и 12 замков, приказал подавать ужин Когда Дон Чемо уставал или был взволнован, он слегка прихрамывал, давал о себе знать старая рана Тем вечером он преподал на ногу сильнее обычного Воскресное меню вполне отражало характер хозяина, предпочитавшего простую речь, простую еду и простых женщин Однако вечернее застолье редко сводилось к тривиальному приему пищи Как-то после ужина Дон Чемо заставил нас дышать дымом табачных листьев, привезенных из колоний В другой раз мы давились горьким турецким кофе, который так понравился Клименту Восьмому, что он призвал отнять этот чудесный напиток у дьявола А в начале лета после трапеза хозяин угостил нас листьями растения, которые индейские короли называют кока После чего я оказался в некой спальне, где раб рабов божьих занимался ирумацией с его высокопреосвященством И не зная, что понтифик прикован к постели тяжелой подагрой, решил бы, что это происходит наяву Но тот вечер обошелся без сюрприза На стол подавала милая хромоножка Нотта, рожеволосая малышка с зелеными раскосыми глазами, которая, если верить сплетням, была прижита кухаркой от папского гвардейца От нее пахло сушеными яблоками, ромашкой и теми особыми субстанциями, которые обычно источает манкое тело юной целки Я сидел по правую руку от хозяина, занимавшего место во главе стола, а по левую — Мадонна Вероника, Мона Вера Статная домоправительница Дона Чемы, твердая духом и нежирная телом, которая, вопреки моде, не отбеливала лицо и не сбривала брови Из почтения к хозяину она сидела на третьем от него стуле, пропустив два свободных Ей было доверено разливать вино, которое, даже самое крепкое, было сто крат безопаснее воды из тибра Обычно после ужина хозяин приглашал меня в кабинет, где я отчитывался о пережитом О книгах, которые пережил за то время, что минуло с нашей предыдущей встречи О книгах из библиотеки Дона Чемы Книжное собрание монастыря, где я провел детство и отрочество, содержало около двух сотен инкунамбул Прикованных цепями к полкам По большей части это были богословские труды, а также греческие манускрипты Из которых монахи тайком вырезали куски пергамента, чтобы изготовить маленькие молитвенники Пользовавшиеся спросом у крестьян Библиотека герцога Савойского, которого мне довелось мельком видеть Сопровождая нашего аббата Поражала воображение обилием и красотой книг Но я не принадлежал к тем, кто носил тяжелую османскую парчу, рыхлый венецианский бархат, китайские шелка и обладал правом жить без спроса Книгохранилище же Сера Марио, нотариуса и ценителя прекрасного, родного брата нашего настоятеля, мне не удалось увидеть и одним глазком Его книги, как и его оружие и доспехи, хранились в комнате, обитой изнутри железом и запертой на семь замков Дон Чемо в первый же день моего пребывания в его доме распахнул передо мной двери своей сокровищницы Она, конечно, была гораздо меньше библиотеки герцога Савойского, но больше и богаче, чем книжное собрание нашего монастыря Гомер и Вергилий, Аристотель и Платон, Августин и Фома, Данто и отцы церкви, толстые тома в переплетах из телячьей кожи и хрупкие пергаменты в свитках «Перуй мазо», — сказал Дон Чемо, — «но проглатывай только то, что пружуешь» И я принялся оживать и проглатывать книгу за книгой, а Дон Чемо проверял, справляется ли мое пищеварение с Платоном, Фомой и Бокачо О характере этих бесед и особенностях наставника свидетельствует, например, наш разговор о Данте и его комедии А точнее, о пятнадцатой песне «Ада», где говорится о седьмом круге с его тремя поясами Как известно, в первый пояс этого круга Данте поместил насильников над ближним и его достоянием, то есть тиранов и разбойников Во второй пояс — насильников над собой и своим достоянием, а именно самоубийц и мотов А в третий — богохульников, садомитов и взяточников И среди всех этих насильников, среди всех этих мерзавцев волею автора обречен страданием Брунетто Латини Учитель Данте, человек, который заменил поэту рану умершего отца При этом автор комедии ничего не рассказывает о прегрешениях Брунетто «А ведь мы, — сказал я в очередной раз, отчитываясь о пережитом, — ценим Данте именно за прямоту и точность высказывания» «Иногда мне кажется, — проговорил Дон Чема, — что в комедии словно просвечивает другая поэма Которую Данте мог бы написать, не чурась он двусмысленности И обладая способностью смотреть на предметы с разных точек зрения При первом чтении комедии меня поразило, да и сейчас поражает Начало эпизода, когда Данте, собственноручно поместивший Брунетто в преисподнюю При виде учителя вдруг восклицает с изумлением «Вы ли это, господин Брунетто?» «Это изумление, что оно значит? Лицемерие? В это невозможно поверить Имея представление о характере Данте и тех средствах, которые он использует для достижения своих целей Но, как бы то ни было, читатель смущен и взволнован этим риторическим приемом Неожиданным, раздражающим и словно призывающим к бдительности Мы не знаем о Брунетто ничего плохого Он замечательный писатель и искренний патриот Флоренции, где занимал видные посты, что было бы невозможно, будь его репутация подмоченной Выходит, Данте знал что-то очень дурное о своем учителе, раз поместил его среди мерзких грешников Да при этом еще выставил на всеобщее обозрение Он ничего не рассказывает нам о грехах Брунетто Но мы можем догадаться о них, поскольку среди тех, кто оказался в седьмом круге, встречаются садомиты Так что же Данте, он честен или безжалостен? Почему он выдал тайну любимого учителя, которую, похоже, знали только они, он и Брунетто, и больше никто? При всем при том их встрече, это встреча отца и сына, которые беседуют так, словно никакого зла, никакой тайны между ними не было и нет Его почтительный тон в разговоре с учителем вызывающий противоречит приговору, который Данте, сочинитель, ему вынес А когда их встреча заканчивается, Брунетто возвращается к бесцельному и вечному бегу по кругу среди грешников Данте вдруг сравнивает его с веронскими бегунами и говорит, что Брунетто похож на героя Он обернулся как победитель, а не проигравший Потрясающая сцена, в которой поэт демонстрирует способность к сомнению Отказ от изкачательных диагнозов и приговоров Наша бдительность оказывается вознагражденной Мы с изумлением обнаруживаем, что Данте-персонаж ставит под сомнение суд Данте-писателя Данте, который всегда старался исходить из должного, идеального, вдруг дал слово самой жизни, превратившись из моралиста в художника Он без колебаний осуждает Паула и Франческу Но в случае с любимым учителем позволяет победить в волшебной сложности, и картины мира становятся волнующе богаты, многомерны Возможно ли, после паузы заговорил я, тщательно подбирая слова, что их, Данте и Брунетто, развело разное понимание любви И в зрелости поэт возвращается к этому эпизоду, чтобы преодолеть наконец-то то, что когда-то их связывало и отталкивало Чтобы слиться с учителем, вычищающим огне Господней любви, пусть и пылающей в аду Дон Чемо взглянул на меня с доброжелательным удивлением, смешанным с грустью, и проговорил Иногда мы любим Бога только потому, что любовь к человеку причиняет невыносимую боль И очень часто думаем, что любовь к человеку дарит нам его сердце, душу и тело Хотя получаем лишь вагину, рот и задницу Впрочем, у людей нередко это одно и то же А ответы на все твои вопросы исчерпываются молитвой Господа нашего Которая напоминает, что прощение выше справедливости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok